Анна Шанталь Анна Шанталь Анна Шанталь Я немножечко Маяковский, ведь не все меня понимают. И Есениным я бываю в тот момент, когда крышу срывает. Если грустно мне, то я Гродский, затаившийся в квартире. Внешний мир целиком уродский. Поживу в своем собственном мире. Из великих поэтов живет внутри меня не то чтобы маленьким огоньком, а действительно пылает во мне пожаром Сергей Есенин. Это поэт, который снится мне, который влияет на меня и на мое творчество. Вот одно из таких стихотворений. Сейчас, извините, я немножко волнуюсь. Приснился мне один поэт. Я не своя от нашей встречи. Его давно уж с нами нет, но мобил он такие речи. Дорогая, любимая девочка, прикоснись поскорее ко мне. Скоротаю свой дьявольский вечер. Я с тобою, пока ты во сне, зажигай самодельные свечи. Я недолго гутил на земле. Хулиганом прозвыл бесконечным. Ушел потащивать к сатане. Расцелую озявшие плечи. Обогрею тебя хоть во сне. Я дарю тебе стих безупречный. Истапфировый дождь на заре. Рассветает. До новой встречи. Навсегда бы оставил себе. Ты хорошая, милая девочка. Жаль, пора просыпаться тебе. Спасибо. А продолжу я стихотворение моей подруги. К сожалению, она тоже ушла из жизни в сентябре этого года. Долго болела. И когда она лежала в больнице, вот последний день, когда я ее видела, я привезла ей такое стихотворение. Как оказалось, это была наша не последняя встреча. Если долго лежать в больнице, окна выглядят словно больницы. И лечит правильно, вроде, но не открывают, зараза окно. А из окна прорывается звук. Чтобы ты улыбнулся, мой друг. Это звук всего живого, всего, что движется вокруг. И в окно пробивается воздух, пахнущий улицей, пахнущий августом мной. И тобой пахнущий тенью, кто робко целуется, пахнущий чуть пожелтевшей листвой. И тогда тебе может присниться, что в окно твоя дочь стучится. И тебя пробирает испуг. Это правда она. А вдруг? Слушай это окно. И послушай меня внимательно. Ты встанешь и откроешь его. Совершенно самостоятельно. Но, к сожалению, она открыла это окно, но в другой мир. И еще одно стихотворение. Я могу сбиться, читая его. Это стихотворение о человеке, который прожил небольшую и не очень яркую, не очень толковую жизнь. Но без его жизни не было бы и моей жизни. Завари мне, мама, чаю с чабрецом. Я сегодня виделась со своим отцом. Нет его на свете целых восемь лет, а он ко мне явился, чтобы узнать ответ. Наливает мама чаю с чабрецом. Ведь по жизни папа не был молодцом. И бесит меня зеркало, в нем дурная рожа. Время меня делает на него похожей. Нас дурманит запах чая с чабрецом. Что же ты явился, встал к лицу лицом? Ты по мне скучаешь? Он меня спросил. Иногда, случайно, чай уже остыл. Спасибо. Готовы получить креативные задания. Готовы получить креативные задания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.